Рады всех приветствовать. Центр перспективных американских исследований Мингимо начинает нашу осеннюю серию книжных бесед с ведущими российскими и американскими исследователями. Мы каждый месяц анализируем и представляем основные работы по международной проблематике, так или иначе связанные с российско-американской повесткой, внутренней или внешней политикой США и отчасти России. Меня зовут Сучков Максим, я директор Центра и модератор этой серии. У нас сегодня дорогой гость, директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Витальевич Тренин. В случае с нашим сегодняшним гостем фраза расхожая, его представлять не нужно, это не клише, а реальное признание Дмитрия Витальевича в профессиональном сообществе. Для российских международников, я уже говорил, особенно на постсоветской эпохе Дмитрий Витальевич, конечно, является ориентиром во многих смыслах и у него яркая, глубокая, интересная профессиональная биография. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить Дмитрия Витальевича с недавним днем рождения от лица имени нашего центра и всех коллег обратить внимание на развернутое интервью Дмитрия Витальевича на страницах наших коллег из ПИР-центра, где много интересного Дмитрий Витальевич рассказывает о своей профессиональной карьере и важных для международника вещах. Но сегодня мы будем говорить о его новой книге «Новый баланс сил. Россия в поисках внешнеполитического равновесия». И с нами сегодня также, дорогой, можно попросить, пожалуйста, коллегу. У вас сейчас звук выключен, Мартин. Спасибо, что сказали, коллеги, простите. И также хотел бы сказать, что сегодня с нами также Василий Борисович Кашин, он будет дискуссантом этой книги, блестящий специалист по Китаю и по военному делу, заместитель директора комплексных европейских и международных исследований. Высшей школы экономики. Два буквально слова по регламенту Дмитрий Витальевич сначала расскажет об основных тезисах книги, может быть, ее замысле, как идея этой книги вообще появилась, и что автор хотел в ней сказать. Затем Василий Борисович несколько своих тоже замечаний, наблюдений по поводу прочитанного выскажет. Собственно, два наших автора и дискуссанта обменяются какими-то вопросами. И после этого мы предоставим слово нашим уважаемым зрителям и слушателям. Можно присылать Ваши вопросы в чат нашей конференции, которые здесь уже есть, по мере того, как будут наши гости выступать. Все вопросы постараемся мы сегодня обсудить, которые возникнут. Думаю, что их будет немало. Мы рассчитываем, что мероприятие продлится примерно до 7 часов. То есть у нас есть около часа 30 минут для презентации и обсуждения этой темы. Маленькая ремарка, что это мероприятие записывается и запись будет доступна на YouTube-канале «Имеем ГИМО» в ближайшие сутки двое. И также на телеграм-канале нашего центра «Пост Америка в постамериканском мире». За сим я умолкаю и предоставляю слово Дмитрию Витальевичу. Пожалуйста. Спасибо большое, Максим. Для меня большая честь быть приглашенным вами. И мне очень приятно, что вы сочли книгу достойной обсуждения. Она для меня, в общем, довольно важная книга, важный текст. Наверное, на сегодняшний день это самое важное, что я для себя понял, изучая историю международных отношений в российскую внешнюю политику. Вы спрашивали о том, как появился замысел книги. Он появился, вообще говоря, он не от меня происходил этот замысел, вернее, идея написать книгу. Эту идею мне подарил издатель, который присутствовал на одном из моих выступлений с Федором Лукьяновым в рамках лектории СВОПа «Совет по внешней оборонной политике». И после выступления он подошел и предложил, это Сергей Турко, Альпина, паблишер издательства, предложил написать книгу о российской внешней политике. И, в общем, вот мне показалось это таким, как сейчас принято говорить, челленджем. Ну, вот я собрался и что-то написал. Помогла отчасти пандемия, потому что оказалось, что времени больше на размышления, на изложение своих мыслей. Поэтому вот. Но, если говорить глубже, то книга эта вызвана пониманием и ощущением, вернее, того, что внешняя политика, это довольно банально звучит, но тем не менее, что внешняя политика все больше касается всех и каждого. Что грань между внутренней политикой и внешней политикой все больше стирается. И что люди, которые в прошлом, ну, в меньшей степени ощущали воздействие каких-то внешних факторов, ощущают их все чаще и чаще. И вот это делает внешнюю политику, на мой взгляд, интересной не только для узкого круга людей, которые профессионально ею занимаются, как практики внешней политики, будь то дипломаты, будь то представители других государственных ведомств, будь то какие-то политические персоны или государственные деятели. И она касается более широкого круга людей. И вот я обращался именно к этому более широкому кругу. Не к экспертам, прежде всего, не к практикам. У меня не было, так сказать, желания написать длинную телеграмму, длинную, ну, вот там, несколько десятков тысяч слов. Не было такой амбиции. Я писал не наверх, а я писал по горизонтали. То есть вот тем людям, с которыми я общаюсь, тем людям, которые профессионально с внешней политикой в меньшей степени связаны. Почему сейчас мне показалось важно написать такую книгу? Мы, ну, я думаю, что это общее ощущение, мы живем в эпоху, когда, ну, скажем так, или в период, когда какой-то очень важный длительный этап нашей отечественной истории постепенно подходит к какому-то рубежу. Ну, этот процесс называют транзитом, процесс называют передачей власти, как-то еще называют. Но, во всяком случае, что-то на горизонте очевидно вырисовывается. Не в виде каких-то персон, не в виде каких-то направлений политических, но понимание растет того, что происходит как минимум ротация правящих элит. И вот эти процессы, как они будут идти, мы не знаем. Насколько они будут плавными, мы тоже не знаем. Но, во всяком случае, это впереди какой-то, ну, довольно сложный период. Если посмотреть теперь не вперед, а назад, и посмотреть, как в прошлом в нашей стране удавалось проходить через сложные периоды, передачи власти, смены поколений лидеров, то это довольно сложное, трудное время, когда часто ломается больше дров, чем необходимо. И иногда принимаются довольно скоропалительные решения в ту или иную сторону. Поэтому одна из задач книги – это пока сейчас у нас спокойно, пока мы живем вот в такой, ну, называйте, кто называет это стабильностью, кто называет это застоем, на самом деле это в данном случае не столь важно. Мы довольно спокойно живем в атмосфере, нравится и не нравится. И мы можем о чем-то спокойно поразмышлять. Вот, на мой взгляд, это верно, потому что это как раз то время, когда есть смысл обсудить какие-то, может быть, фундаментальные вопросы. Фундаментальным вопросом относятся, ну, если говорить о внешней политике, ну, наше, я не люблю это слово, но давайте все-таки мы его произнесем, потому что, значит, долго довольно объяснять идентичность наша, кто мы такие, где мы находимся. Долгое время мы пытались стать Европой. Очевидно, это этот период позади и Европа уже не та, она окуклилась до уровня западного ядра и примыкающих к нему государств. И, конечно, мы не являемся Азией. Никто нас никогда в Азии не считал за своих, и это совершенно справедливо. Вот, кто мы такие? Мы Восток, Запад, вообще кто мы? Мой тезис довольно прост. Мы, северная страна, достаточно, ну, тавтология, получается, самодостаточная страна, страна, которая может стоять на своих ногах, и которые относятся и к Западу, и к Востоку, и к Югу, достаточно, ну, скажем так, не могу сказать одинаково, но как к внешним каким-то регионам. Россия – страна, которая с распадом Советского Союза потеряла свою собственную семью из числа сателлитов в Восточной Европе, из числа бывших республик или тогдашних республик Советского Союза, попыталась стать членом чужой семьи, семьи евроатлантических народов. Не получилось, это очень важно подчеркнуть, что был опыт, был эксперимент исторический поставлен, и результат этого эксперимента, на мой взгляд, совершенно очевиден. Россия утратила, с одной стороны, способность и желание быть империей в традиционном смысле этого слова, и в то же время показала, что она не может признать чью-то власть над собой, будь то власть Европейского Союза, будь то лидерство Соединенных Штатов Америки, будь то чисто гипотетически, какой-то сюзеренитет Китая. И вот это очень важное, на мой взгляд, может быть, самое важное открытие, для тех, для кого это было открытие. Для меня это было открытие, я следил за экспериментом, и, в общем, был частью этого эксперимента. И тогдашнее мое представление было, что Россия часть евроатлантического мира, и она в этом мире может занять подобающее место, и в этом мире она сможет демилитаризовать отношения с другими частями этого мира. Но жизнь показала, что это невозможно на данном историческом этапе. И это очень, на мой взгляд, для меня это было очень важным открытием, хотя и отчасти тяжелым. Куда идти в стране? Вот как сочетается стремление к процветанию и стремление быть самостоятельным? Потому что эти вещи, ну, скажем так, не вполне, не очень легко сочетаются. Вот это для меня вопрос очень-очень важен. Следующий момент, который был для меня важен, это как найти почву для национального согласия, как договориться о том, что составляет национальный интерес. Вот Максим сделал отсылку к моему интервью на сайте ПИР-центра. Я там рассказал немножко о своей военной карьере. И вот как человек, который больше 20 лет прослужил в армии, я человек не партийный. В том смысле, что армия, в соответствии с ее ЭТОСом, защищает всех, кто находится внутри границ государства, от любых нападок извне. И для него, и для нее, для армии, в принципе, не столь важно. Белый, красный, зеленый или какой-лисиний, или какого-то другого цвета, идеологического цвета ваш соотечественник. Они все соотечественники, и они все имеют право быть защищенными своей армией. Но вот если перейти от этого к следующему вопросу, как соотечественникам можно договориться о том, что является национальным интересом для всех, чтобы люди и либерального, и левого, условно-социалистического направления, и людям консервативного направления, как им создать общую почву национального интереса. Я говорю о внешней политике, конечно, прежде всего, хотя это имеет отношение к политике внутрь. Вот это тоже момент, который для меня очень важен. Я пытался что-то в книге об этом написать. Вообще, вот в заголовке книги «Новый баланс силы России в поисках внешнеполитического равновесия» дважды упомянуты равновесия. Один раз для краткости в слове «баланс», хотя я слово «баланс» не очень люблю, для меня это не совсем то же самое, что равновесие. Это вы балансируете, это всегда вот какой… Для меня баланс – это нечто очень подвижное и такое тактическое. А равновесие – это не… Ну, это в моем собственном представлении. Равновесие – это что-то более такое фундаментальное, это то, что можно удерживать достаточно прочно и необходимо удерживать на протяжении длительного времени. То есть вы не канат охотец, а человек, достаточно прочно стоящий ногами своими на земле и, так сказать, на своих плечах, способный вынести очень серьезную нагрузку. В этой связи, вот это, скажем, если говорить о структуре книги, то первая часть книги, она посвящена вот этим принципиальным каким-то вопросам – национальный интерес, ценности, суверенитет, самостоятельность. Вот это. Вторая часть – это попытка оценить с точки зрения успешности и неуспешности деятельность, внешнеполитическую деятельность Российской Федерации и Советского Союза вначале, потом Российской Федерации на протяжении последних 35 лет или 36 лет, начиная с прихода к власти Михаила Сергеевича Горбачева в 85-м году. Вот в главах, посвященных правлению Горбачева, правлению Ельцина и продолжающемуся правлению Путина, я пытаюсь найти те вещи, которые свидетельствуют об успешности российской внешней политики, почему Горбачеву, Ельцину, Путину удавались какие-то вещи, что не удавалось и почему это не удалось, и какие серьезные ошибки и заблуждения были в период правления каждого из трех лидеров нашей страны. Ну, Медведевский период я включаю как интерлюдию в путинскую эпоху, как, я думаю, мы здесь согласимся, что это одна эпоха. И очень важно для меня подчеркнуть, что опыт всех предшественников ценен. И необходимо не отвергать, не ругать, как говорил мой начальник в армии Агульна, понимать, почему были приняты те решения, почему руководство поддавалось тем или иным заблуждениям, что удавалось руководству и так далее. И вот это понимание очень-очень важно. Вторая часть книги посвящена оценке деятельности трех лидеров нашей страны на протяжении трех с половиной десятилетий. Ну и, наконец, в последней части, она довольно обширная, есть попытка нарисовать, я не знаю, я это назвал, контурной картой российской внешней политики. И я ни на что не претендую, это не совет со стороны начальства, потому что начальство знает, что оно делает, начальство не нуждается в советах, тем более в моих советах. Но поскольку книга обращена к довольно широкой группе читателей, не к одному верховному или там его советникам и так далее, то я думаю, что есть смысл порассуждать на темы того, как себя вести, как удержать равновесие стране в условиях противостояния двух сверхдержав – Китая и Соединенных Штатов Америки. Где место России в этом противостоянии? И насколько релевантен сейчас для нас урок втягивания России в Первую мировую войну, в англо-германское тогдашнее противостояние. Как удерживать равновесие между отношениями с Западом и отношениями с Востоком? Как поддерживать равновесие в отношениях конкретно с Западом и конкретно с Востоком? И, на мой взгляд, поддержание равновесия с партнерами может быть делом столь же трудным, а может быть и более трудным, чем поддержание равновесия с противниками и конкурентами. Ну и как внутри страны? Я говорил о национальном интересе. Вот как сложить с позитивной, результирующей интересы различных групп, которые так или иначе действуют во внешнеполитическом поле. Групп экспортеров различных видов товаров на внешний рынок, групп импортеров, групп, которые выступают с различных идеологических, ценностных позиций. Вот как внутри страны создать ситуацию, когда у нас не будет, условно говоря, партий. Но не партий в смысле парламентских нынешних групп или каких-то других групп, которые в будущем войдут в парламент, а партий американской, европейской, китайской, японской и так далее. Армянской, азербайджанской, если хотите. Вот как добиться равновесия здесь? Вот, собственно говоря, в двух словах, откуда появилась книга, почему она появилась, почему сейчас, в чем основная идея. Ну и как построена книга, какая, так сказать, какая логика заложена в нее. Я буду очень рад, если кто-то из вас после этого разговора все-таки найдет возможность прочитать эту книжку. Она довольно большая, там 400 с лишним страниц, но, как говорят люди, которые ее читали, человеку, который ее писал, в общем-то, чтение не заставляет большого труда. Так что вот прошу любить и жаловать, что называется. Не меня, конечно, а вот этот текст. Спасибо большое, Максим. Спасибо. Как человек, который читал, но не дочитал, подтверждаю, что читается легко, но как бы мыслей прибавляется еще на 800 страниц после каждой второй страницы. Я думаю, что в этом, если была такая задумка стимулировать интеллектуальную дискуссию, я думаю, еще к этому подойдем. Пока, может быть, мы, в смысле, не в рамках здесь, а в нашем российском сообществе. Чуть позже, наверное, дозреем к этому, особенно если будут какие-то политические или внешнеполитические изменения. Но думать заставляет это совершенно точно, поэтому передаю слово с большим удовольствием другому человеку, который тоже читал. Василий, тут звук. Ага, спасибо. Огромное спасибо за приглашение и огромное спасибо за возможность выступить по поводу этой замечательной книги. Это действительно уникальная работа с точки зрения комплексного описания российской внешней политики, этапов ее исторической эволюции, движущих сил и факторов, влияющих на ее формирование сейчас. Большинство из основных таких направлений дискуссии, описанных автором, основных проблем, которые ставятся в книге, они, в принципе, отражают ту дискуссию, которая ведется в российских внешнеполитических кругах и от которой зависит дальнейшее принимаемое решение, дискуссию, которая ведется прямо сейчас. И прежде всего, конечно, это основополагающая проблема поиска правильного баланса связей, интересов России в контексте нынешнего глобального противопорства Китая и Соединенных Штатов. И, в общем-то, даже те рекомендации, те точки зрения, которые предлагает автор, они очень привлекательны и разделяются огромным количеством действующих лиц в России. Совершенно очевидно, что мы имеем асимметричное отношение, крайне дружественное отношение с Китаем и подорваны, разрушенные отношения с США. И также ясно, что мы должны дозировать, очень тщательно выверять степень нашего участия в этом противостоянии, которое происходит. Мы должны, по крайней мере, в теории оставаться в стороне отдельным самостоятельным игроком, который сможет избежать потерь, связанных с этой войной. По крайней мере, теоретически это выглядит так. Вопрос в реальной достижимости этих целей, поскольку по ряду показателей, как кажется, мы уже вовлечены в этот конфликт на одной из сторон и уже оказываем важное влияние на его ход. Собственно говоря, России для того, чтобы на него сильно влиять, не нужно входить в какое-то специальное взаимодействие с Китаем, и тем более не нужно устанавливать с ним отношения какого-либо военного союза. Совершенно естественно, что обе страны отрицают вообще даже возможность такого развития. Она влияет на этот союз самим фактом своей конфронтации с Соединенными Штатами, не давая возможность Соединенным Штатам сконцентрировать необходимые ресурсы на Тихом океане, где между тем расстановка сил постепенно меняется в неблагоприятном для Соединенных Штатов направлении. То есть, как бы, один из вопросов, который встает, можем ли мы этого избежать, если Россия является важнейшим фактором этой борьбы, уже просто по факту того, что она есть и проводит ту политику, которую проводят. Для этого даже не нужно ни с кем координироваться. И этот фактор, он влияет ровно в одном из направлений. В книге очень хорошо прослежена историческая эволюция российской политики и логика принимавшихся решений, но мы в то же время стоим перед таким ключевым вопросом, из которого вытекают перспективы нашей политики. Это действительно группа интересов, это те движущие силы, которые влияют на нашу внешнюю политику. И я не думаю, что у нас на данном этапе есть даже проблема образования так называемого китайской, американской или какой-то другой партии. У нас все же произошла концентрация принятия внешнеполитических решений на верхних эшелонах власти. И мы видим, что большинство действующих лиц считают для себя крайне рискованным создавать ситуацию, при которой их можно было бы идентифицировать как про-китайских, про-американских, это вообще сразу гибель и так далее. Но мы видим очень острую дискуссию, которая ведется в российской элите, она скорее строится вокруг вопросов, связанных со стратегией экономического развития, но исход этой дискуссии будет иметь глубокие последствия для модели развития и как следствие для внешней политики. Мы видим часть российской элиты, которая отстаивает старую политику с очень низким уровнем госдолга, очень консервативной бюджетной политикой, приоритетом по репутсинфляции и мы видим ведущих действующих лиц в российском правительстве, которые прямо критикуют это, которые так или иначе либо сами, либо через поддерживаемые ими аналитические центры продвигают линию на увеличение расходов, масштабные проекты мы видим, предлагаемые министром обороны, мегапроекты в виде новых городов в Сибири и мы видим постоянную борьбу за уровень импортозамещения и опоры на собственные силы с явной такой продвигающейся сейчас таким преобладанием все же партии выступающей за очень активную масштабную и затратную промышленную политику и максимальное вероятно импортозамещение очевидно что за каждой из этих точек зрения стоит не столько идеология сколько конкретные интересы даже не каких-то элитных групп а огромных отраслей российской экономики там буквально миллионов людей наверное при другой при другой ситуации внутриполитической это могла бы быть даже основа для образования нормальных партий и борьбы между ними но сейчас эта борьба ведется в иной форме но конечно вот еще одна такая интереснейшая проблема вот это с моей точки зрения может быть какая-то идентификация этих лагерей и построение связи вот к чему приведет победа одной группы или другой с какими отраслями они связаны потому что связи они напрашиваются если говорить о едином интересе мы опять же видим эту очень сильно обострившуюся в России дискуссию о необходимости общенациональной идеологии которая дошла до уровня президента и президент сказал что она вроде бы не нужна и наша идеология это там рожать детей и так далее но опять же вот даже постановка этого вопроса в книге она показывает что от него не уйти и на него придется как-то выходить и вот с каким соотношением сил какие факторы на это повлияют это еще одна такая мощнейшая проблема разумеется это такое поле наверное для продолжения исследований безграничного в этом направлении но эта книга которая есть это уже мощнейший шаг в этом направлении это такой комплексный справочник по всему что у нас происходило в нашей сфере и дающий очень хорошее представление и действительно легко читается огромное спасибо Дмитрий хотите как-то отреагировать что-то сказать по замечательным я очень благодарен Василию за его не только конечно за его добрые слова но главным образом за его глубокие мысли действительно книга приглашения к дискуссии для меня вот то о чем говорит Василий это вообще говоря новое новое направление которое у нас практически не исследовано у нас в результате почти 30-летнего развития капитализма действительно появились очень мощные группы интересов вполне оформившиеся я вообще не уверен что у нас в стране я об этом пишу в книге я не уверен что у нас в стране создастся западная модель политической системы я не думаю что она в нашей стране приемлема неприемлема идеологической или какой-то другой я не думаю что она будет работать то есть мы не будем у нас модель точно так же как нам не удалось строиться в Европу в Евроатлантику я не думаю что у нас смогут вот как в Великобритании в Соединенных Штатах или как Франция и Германия так сказать мирно конкурировать различные политические партии мы по-другому устроены мы у нас другая политическая модель чем в большинстве стран чем практически во всех странах Европы политическая извините политическая культура чем во всех странах Европы соответственно будет другая модель но это не значит что у нас нет политической конкуренции она есть и она сейчас впервые наверное в нашей истории в серьезном таком серьезных масштабах сейчас я имею ввиду не только сегодня в 21 году я смотрю вперед для меня на самом деле очень важно чтобы мы осмыслили эти вещи до начала последней фазы транзита потому что сейчас пока все понятно более или менее как устроена система кто поддерживает баланс вот когда тот кто поддерживает баланс уйдет в историю так или иначе вот тогда наступит вот тот период турбулентности высокой о котором я говорил в самом начале может быть как бы нам тут не расплескать слишком много воды и может быть даже вместе с водой ненужной не выплеснуть что-то что-то нужное и вот нам на мой взгляд очень важно сейчас посмотреть в каком направлении выстраиваются реальные интересы тех групп которые будут править нашей страной нашей страной не будут править партии нашей страной будут править те в чьих руках будут Роснефть Газпром Норильский Никель IT индустрия и многое другое сельскохозяйственное лобби вот это будут наши партии и вот как эти партии смогут между собой договориться о каких-то вещах на какой основе вот для меня сегодня самый большой наверное исследовательский вопрос так что следующий я к сожалению никогда до сих пор всерьез этим не занимался я традиционный аналитик внешней политики для меня вот есть дипломат и есть военный ну и есть разведка вот три скажем фактора ну и есть царь с тем или иным титулом наверху вот вот до сих пор я в этой парадигме работал сейчас когда царь в какой-то перспективе уйдет в историю и не совсем понятно что будет на месте этого царя наверное поначалу какой-то баланс каких-то кругов каких-то сил но в любом случае даже если появится спустя какое-то время новая фигура формально сплачивающая всех все равно за это время за последние 30 лет появились очень важные факторы политики основанные на очень серьезных реальных экономических интересах которые будут рулить Россией и вот как эти факторы условно говоря политэкономия России и ее влияние на внешнюю политику страны вот примерно это было бы направление которое на мой взгляд является следующим шагом вот я остановился перед этим у меня нет пока знаний нет подготовленных каких-то анализов но вот если двигать дальше то я бы пошел и наверное пойду в этом направлении но это совсем уже другое другой тип исследования это в меньшей степени исследование вот геополитическое исследование какое-то военно-стратегическое это исследование геоэкономическое если угодно вот это направление я очень благодарен Василию за то что он заострил внимание именно на этой проблеме спасибо большое я буквально на несколько минут вернул нас к вашему нынешнему исследованию и уже потихоньку у нас есть несколько вопросов в чате вопрос который два вопроса которые у меня возникли по мере прочтения первый кого бы вы назвали державой статус-кво номер один в мировой политике сейчас и кого ревизионистом номер один это первый такой вопрос а второй он связан конечно мы не можем обойти стороной Соединенные Штаты хотя бы потому что центр американских исследований на ваш взгляд вот в той отдаленной или среднесрочной перспективе которую которую вы задумываетесь место США вот для России оно продолжает оставаться как некоторые историки американисты называют конституирующим другим или это что-то новое потому что понятно что-то новое и интересное происходит сейчас и Соединенными Штатами очень интересного вопроса на мой взгляд в чистом виде нет державы статус-кво номер один и ревизиониста номер один Соединенные Штаты конечно стремились и продолжают стремиться удержать то исключительное положение которого они добились по окончании холодной войны и в этом смысле они являются державой которая стремится удержать державой которая стремится удержать статус-кво сложившейся после окончания холодной войны которая сама по себе являлась аналогом мировой войны проигранной Советским Союзом но в то же время Соединенные Штаты не остановились ведь на рубежах 1991 года они продолжали экспансионистскую политику для них это они наверное не согласятся со словом экспансионистский но политику расширения демократии расширения по сути дела американского мира мира который тесно привязан к Соединенным Штатам идеологически политически стратегически экономически и так далее это это и расширение НАТО это и различные партнерства в том числе и партнерство с Россией в этом смысле Соединенные Штаты не остановились на достигнутом а продолжали развивать успех и этот успех они продолжали развивать и тогда когда некоторые участники некоторые объекты скажем приложения их усилий резко развернули свои политические курсы я имею ввиду прежде всего Россию и отчасти Китай в отношении Китая наверное произошло не резкое изменение курса наоборот произошло глубокое разочарование случилось глубокое разочарование в Соединенных Штатах относительно того что экономическое развитие рост капитализма приведет к социальным трансформациям и социальные трансформации приведут к политическим изменениям вот это не получилось поэтому Соединенные Штаты вплоть до последнего времени да и сейчас отчасти продолжают наступательную линию меняя какой-то статус-кво на мой взгляд статус-кво которое скажем так сложилось после 91-го года и то что Соединенным Штатам удалось распространить евроатлантическую территорию на восточную Европу склонить Украину или по крайней мере политика Соединенных Штатов была на украинском направлении направлена на то чтобы Украина не склонилась в сторону России ряд других стран все это является свидетельством того что речь идет не об удержании статус-кво а определенной ревизии ревизии также является если мы геополитики перейдем к другим вещам ревизии является замена международного права правом основанном на порядку основанном на правилах то есть если международное право основано на принципе суверенитета формально независимых участников международных отношений национальных государств и их формального равенства соответственно международные отношения это столкновение или соглашение между этими государствами и международное право является сводом этих соглашений достигнутых по результатам конкуренции или борьбы, то порядок, основанный на правилах, это нечто совсем другое. Это распространение, по сути дела, внутреннего для страны или для группы стран права идеологических правовых концепций на значительную часть мира, а в идеале на весь мир. Это совсем другое. И здесь о равенстве государств речь идти не может. Некоторые страны более равны, потому что они более демократичные, более продвинутые, более богатые, более успешные, чем другие. Ну и так далее. И в этом смысле Соединенные Штаты не были, конечно, с державой статус-кво. Они пытались и пытаются изменить мир под себя, причем довольно успешно. Если говорить о России, являлась она страной ревизионистской, да, она с какого-то периода действительно стала с 2014 года своими действиями подрывать тот порядок, который существовал. Речь идет и о Крыме, речь идет и о Донбассе, речь идет о Сирии, речь идет отчасти об Арктике и на другом уровне о некоторых других регионах мира. Но прежде всего речь идет, конечно, о Китае. Китай ничего не реализовал, в принципе, практически ничего. Ну, китайские амбиции в Южно-Китайском море и китайские претензии на острова в Восточном Китайском море – это отдельная тема. Но Китай прежде всего менял статус-кво самим фактом своего экономического роста, увеличения своего экономического влияния, за которым, в общем-то, чувствовалась перспектива повышения политического влияния Китая. Ну и военная мощь Китая, она тоже не оставалась на одном уровне. Так что Китай, вот у меня давно была такая картинка, я не могу сказать, что она совершенно ненаучная. Может быть, она и совсем даже не иллюстративна, но вот просто я объясню свое понимание роста влияния Китая. Вот представьте себе лист бумаги, на которую положен маленький мячик для пинг-понга. И этот мячик практически… А лист бумаги – это мировой порядок. Этот лист и этот мячик практически никак не влияют на этот порядок. Ну, представьте себе, что вместо пинг-понгового мячика появляется мячик или шарик, точнее, деревянный. Он уже начинает подминать под себя порядок. Представьте себе, что этот лист бумаги, он достаточно прочный, но шарик становится свинцовым. И тогда вообще весь мир прогибается под этот Китай. А Китай остается в своих собственных национальных границах. Южно-Китайское море, на мой взгляд, не является здесь принципиальным фактором. Вот это сделал Китай. И Китай, в конце концов, заставил Соединенные Штаты Америки отбросить идею о том, что он может встроиться в американскую систему и подчиниться, по сути дела, Соединенным Штатам. В результате, конечно, внутренних трансформаций, прежде всего. И вместо этого он стал угрожать не только доминированию США, но и первенству США в мире. А американцы за последние сто лет настолько сроднились с идеей своего глобального превосходства и материального, и духовного, и какого угодно, идеологического и прочего, технологического, военного, какого хотите, что вообще говоря, это конец света. Соединенные Штаты представить себя державой номер два не в состоянии сегодня. И Китай, конечно, бросает колоссальный вызов. И это ревизионистская держава номер один с точки зрения Соединенных Штатов. Но это не традиционный ревизионизм, о котором мы привыкли читать в книгах об истории международных отношений в Европе. Французский реваншизм, германский реваншизм и так далее. Место Соединенных Штатов для России, я думаю, что оно уже сильно меняется. Соединенные Штаты перестали быть, на мой взгляд. Ну, во всяком случае, для многих перестали. Или во многом перестали быть вот этим конституирующим иным. Появились другие факторы. Вот Василий очень четко сказал, что мы живем в условиях Американо-Китайской биполярности. Это неблоковый раздел мира, пока еще, во всяком случае. Но это биполярность. Есть два мощных полюса. Третьего пока нет и, наверное, пока не будет. Это не значит, что мир обязательно расколется на двое, как это было в период американо-советского противостояния. Но два полюса уже достаточно определились. Для России, на мой взгляд, Соединенных Штатов утратили, и это очень важно, утратили роль модели устройства и модели поведения. Вот модель политического устройства. Если мы с вами посмотрим, то вплоть до мелких вещей мы очень с 90-х годов копировали Соединенные Штаты. То есть рядом с креслом какого-то большого начальника, вплоть до президента, стоит национальный флаг. Президент путешествует по миру с таким же, ну не с таким же, но с сопоставимым кортежем, как американский президент. Ну вот многие такие вещи, сами названия президент, мэр, сенат. Я понимаю, что сенат может быть взят из Российской империи, но может быть и нет. То есть мы копировали Соединенные Штаты как успешную страну. Но в этом нет ничего необычного и ничего зазорного. Петр копировал Европу, губернское явление страны, взятые из Швеции. Очень много в нашей администрации было взято у шведов после Северной войны или в период Северной войны даже. И американское поведение тоже нас привлекало своей мощью, своей решимостью, своей решительностью. Но сейчас мы видим, что Соединенные Штаты не столь успешны, что и американский капитализм, который сильно просел после кризиса 7-8 годов. Ну я говорю 7-го, потому что в 7-м начался именно в Америке он начался. Что вот то, что мы недавно видели на примере Афганистана, а раньше на других примерах. Соединенным Штатам не удается достичь своих целей, несмотря на огромные финансовые средства. Это не очень успешная держава, поэтому для нас Соединенные Штаты перестали быть моделью. И я надеюсь, что нам удастся отойти от, условно говоря, той модели, которая у нас сложилась со времен Петра Великого. Когда мы брали иностранную ситуацию в качестве модели для себя. Будь то Европа в разных ее проявлениях, Швеция или Франция или Германия, будь то Соединенные Штаты в настоящее время, будь то потенциально Китай. Я думаю, что мы в этом смысле, может быть, достигли какой-то точки, когда будем жить, опираясь в не меньшей степени, а может быть и в большей степени, на собственный опыт. И аккумулируя вот то, что называется лучшие практики из арсенала очень многих стран, но адаптируя их к русской реальности. Поэтому Соединенные Штаты отходят в качестве конституирующего иного, в качестве модели, и они давно отошли в качестве ментора для России. Это, на мой взгляд, очень важное изменение. Хотя пока оно еще не полное, пока еще сохраняется и другая тенденция. Да, спасибо большое, очень интересно. У нас есть несколько вопросов в чате. Коллега Уильям Кортни задал на английском языке вопрос. Я так понимаю, что речь здесь идет, спрашивают на ваш взгляд, Дмитрий Витальевич, насколько Запад пытается заместить Россию и Европу. Я так понимаю, что подбойство имеется в виду the United States, right? Может быть, я заблуждаюсь. Или Запад не сильно заботит, как позиционирует себя Россия, если я... Я думаю, поскольку у нас, как я понимаю, эта беседа идет без перевода, я, наверное, буду говорить по-русски, потому что, может быть, не все наши слушатели и зрители говорят по-английски, а перевода у нас нет. А Билл, я знаю, прекрасно говорит по-русски. Билл, во-первых, мне очень приятно, что вы принимаете участие в этом обсуждении. Что касается Запада, я думаю, что для Запада тоже происходят некоторые принципиальные геополитические изменения. Традиционно Россия рассматривалась, как я понимаю, в Соединенных Штатах, в Государственном Департаменте, как часть Европы по традиции. Сейчас, на мой взгляд, все-таки Европа ограничивается территорией Европейского Союза, ассоциированных с ним стран. Ряда стран, которые не примкнули к Союзу, но очень тесно связаны с ним, такие, как, скажем, Швейцария, Норвегия. И страны, которые стремятся быть частью этой Европы. Балканские страны, Украина. Я думаю, что Россия в эту Европу, наверное, все меньше и меньше вписывается. Тут тоже происходит какой-то транзит. И то, что применимо к Европе, наверное, в меньшей степени применимо к России. Опять-таки, рассматривать Россию исключительно как часть Европы, не очень правильно, учитывая то, что Россия действует на многих неевропейских площадках. Будь то Средняя, Центральная Азия, будь то сейчас в меньшей степени, но в перспективе там есть Северо-Восточная Азия и, конечно, Арктика. Это все не Европа, это внеевропейские территории. Поэтому я бы, если бы я имел дело с Россией как иностранный стратег, я бы ее выделил в какую-то отдельную категорию. Не стал бы, конечно, она не равновесна Китаю или Европейскому Союзу, особенно в экономической сфере. Но в некоторых других сферах она представляет очень большую геополитическую и стратегическую величину. Считает ли Запад, насколько Запад равнодушен к судьбе России? Я думаю, что Запад, в принципе, не знает, как воздействовать на Россию. Он, наверное, сегодня хотел бы, не только американцы, но и европейцы, наверное, хотели бы, чтобы Россия была ближе к ним, чем к Китаю. И каким-то образом использовать Россию в главной схватке 21 века, схватке между Китаем и Соединенными Штатами. Но, на мой взгляд, это бесперспективно. Кроме того, даже попытка выйти на эту дорожку приведет к серьезным проблемам внутри Запада. Потому что прагматическое отношение к России, которое проявилось бы в попытке ее каким-то образом приглушить остроту российско-американского, российско-западной конфронтации, эта попытка связана с перспективой серьезных проблем внутри Запада. Есть страны, которые всегда будут видеть Россию врагом. Просто всегда, я имею в виду на протяжении остатка моей собственной жизни. Ну, еще, наверное, по крайней мере, полстолетия после моего собственного, так сказать, отбытия. Это страны Восточной Европы со своими лоббистскими и прочими возможностями в тех же Соединенных Штатах прежде всего. Но это и ряд других стран. Россия доказала, что она, особенно в последние годы, что она не очень приспосабливается к другим, не готова, что она не готова идти на принципиальные уступки. Значит, с Россией придется каким-то образом договариваться на более или менее, ну, не могу сказать равноправный, но на более или менее такой вот, на основе какого-то торга. И для многих это может быть фактором раскола внутри западного мира. Европа очень неоднозначна, европейские страны по-разному очень рассматривают Россию. В Соединенных Штатах сейчас существует консенсус негативный в отношении России. Но любая попытка, я еще раз говорю, как-то прагматически посмотреть на отношения, на мой взгляд, пока обречена на провал. Поэтому вот что есть, то есть. С Россией, наверное, нужно общаться как не с частью Европы и не как с союзником Китая, а как именно с Россией, учитывая ее интересы. Но до прагматизма, на мой взгляд, еще долго ждать. Спасибо большое. У нас есть еще один вопрос от коллеги Сергея Зазобина, который полагает, что, задается вопросом, не преувеличиваете ли вы, я думаю, что это здесь обращение к Дмитрию Витальевичу, наверное, не к Василию Борисовичу, хотя, может быть, и Василий Борисович хочет что-то сказать по этому поводу. Не преувеличиваете ли мощи перспективы Китая, если предпосылка то, что его экономика зиждется не на таком уж и твердом основании, вдруг все наши, собственно, оценки вот этого великого державного противостояния, новой биполярности, некорректны, потому что мы неверно оцениваем потенциал Китая. Ну, наверное, Василий Борисович здесь является специалистом, и он может квалифицированно ответить на этот вопрос, я просто выражу свою точку зрения. Партия в интеллектуальном аналитическом сообществе людей, которые предрекали скорый крах Китая на протяжении уже последних, по крайней мере, четверти века, может быть, и больше, эта партия пока что оказывалась не права. Я не знаю, что может быть, что может дальше, я еще раз говорю, не являюсь специалистом по Китаю, но нужно исходить из того, что мы видим сегодня, из того, что мы видели на протяжении последних 30-40 лет. И потенциал Китая, судя по тому, что мы сегодня видели, он далеко не исчерпан. И способность Китая проводить самостоятельную политику и при этом удерживать под контролем, ну, под Китаем я имею в виду руководство Китая, способность руководства Китая, удерживать под контролем полуторамиллиардное население страны пока что сохраняются на высоком уровне. Возможно, что Китай, как и любая другая страна, подойдет к точке, когда ресурсы будут в значительной степени исчерпаны. Я не думаю, что мы должны быть, мы в России должны находиться под, ну, скажем, под влиянием мысли о том, что Китай способен абсолютно на все, что Китай – это страна-сказка, которая может достичь абсолютно недостижимых для других стран высот. Совершенно не считаю, что политическая система Китая является абсолютно стабильной. Но все-таки надо учитывать то, что мы видим реально. И то, что мы… Там, конечно, есть свои, может быть, не Потемкинские деревни, но свои, так сказать, города-призраки, там многое другое есть в Китае такого, что больше похоже на фасад, за которым не так много находится. То есть Китай нужно изучать, и это не моя профессия, к сожалению, и надо его хорошо знать. Но уважать то, что уже сделано, и оценивать это по достоинству, я думаю, мы обязаны. На сегодняшний день это действительно экономика, которая сопоставима с Соединенными Штатами, и во многом, и технологическом отношении, и во многом способная бросить наиболее серьезный вызов Соединенным Штатам Америки. Будет ли… У Китая, конечно, есть слабости. Я думаю, что эти слабости мы должны тоже изучать с точки зрения, вот я об этом говорил, поддержание какого-то равновесия в отношениях с этим очень мощным партнером. Мы привыкли иметь дело с мощными противниками, будь то Германия, будь то раньше Франция, будь то Соединенные Штаты Америки. У нас не так много было отношений с мощными партнерами. Вот были отношения с мощным партнером Соединенными Штатами Америки, они нам не очень понравились в 90-е годы и в начале 2000-х годов. Вот нам нужно сделать так, чтобы отношения с Китаем, очень мощным Китаем, были в той степени, в какой это можно обеспечить, равновесными. И вот слабости Китая открывают для нас определенные возможности для балансирования китайской мощи внутри китайско-российских отношений на сегодняшний день партнерства. Но в принципе, конечно, нужно иметь в виду, что все в мире меняется, нет вечных врагов, я имею в виду Америку, нет вечных союзников или партнеров, я имею в виду Китай. Вечный интерес, хотя они тоже не вечно, они тоже меняются. Постоянные интересы самой страны, в данном случае нашей собственной. Извините, если долго. Василий Валерьевич, скажите что-то. Коллега вот здесь негодует, что я вопрос пропустили. Никакой теории заговора можете не усматривать, я просто элементарно пропустил ваш вопрос, мы обязательно к нему вернемся. Да, спасибо. Да, ну действительно есть целые школы мысли, которые существуют вокруг каждого конфликта и строятся вокруг того, что другая сторона сама падет под тяжестью неких там своих внутренних противоречий, проблем и так далее. До сих пор был только один пример такого эффектного падения, это то, что произошло с Советским Союзом и возглавляем им социалистическим лагерем в Европе. Но Советский Союз это было уникальное государство по своему устройству, не похожее ни на какое другое. И любые попытки проводить аналогии между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой обречены. За исключением того, что обе страны имеют правящую коммунистическую партию, за исключением этого, страны совершенно не похожи. И они не похожи во всех отношениях в экономическом, в политическом, в демографическом, с точки зрения географии и так далее. То есть это просто разная вселенная. Если говорить о каких-то системных слабостях, ну мы видим сейчас, что в целом вся мировая экономика переживает такой мучительный период смены модели. И про каждый экономический центр современного мира можно привести такую же аргументацию, длинный список проблем. Соединенные Штаты с безумным госдолгом, с деиндустриализацией, расслоением, поляризацией и так далее. Китай с его большим совокупным долгом и пузырями на нескольких рынках. Евросоюз там и так далее. То есть в принципе никаких рациональных оснований ожидать внезапного коллапса Китая и его ухода с мировой сцены нет. Есть основания ожидать дальнейшего замедления экономического роста, который по-прежнему при этом останется очень быстрым для стран с таким уровнем развития. Есть основания ожидать возможных каких-то проблем внутри элиты на определенном этапе, но ничего необычного, что заставляет в корне переоценить ситуацию, не видно. Коллеги, повторюсь, мы вернемся к вопросу, который попустил в конце. Пока мы на теме Китая, здесь наш коллега Эко Харбаладзе задает вопрос, на который Дмитрий Витальевич частично ответил. То есть как России поддерживать вот эту равноудаленность в практическом смысле между США и КНР. И наш дорогой товарищ и друг Дмитрий Суслов, который тоже здесь сегодня с нами присутствует, задает тоже вопрос, связанный с Китаем. Каким Дмитрий Витальевич видит мир после конфронтации США и Китая? И какими могут быть варианты исхода этой конфронтации? И, собственно, где место России во всем это может быть? Спасибо, Максим. Друзья, вот вопрос Эко Харбаладзе. Я думаю, что, может быть, я где-то оговорился, может быть, это не так было понято. Я говорил о равновесных отношениях, но не равноудаленных отношениях между Россией и связкой Китая-США. Я говорил о том, что необходимо держать равновесие в условиях, когда мы объективно гораздо ближе с Китаем, чем с Соединенными Штатами. Вот то, о чем говорил Василий Кашин, когда он сказал, что существует колоссальная симметрия в отношениях России-Америка и России-Китай с Соединенными Штатами. Конфронтация, которая будет продолжаться, на мой взгляд, довольно долго в отношениях с Китаем, это партнерство, которое тоже, наверное, имеет достаточно длительную перспективу. Я не вижу пока серьезных проблем для этого партнерства. Поэтому мы должны в условиях, когда две стороны, одна из которых является нашим политическим противником, другая является нашим партнером, и эти две стороны находятся в нарастающей конфронтации друг с другом, оставаться самостоятельным игроком. В чем-то мы поддерживаем Китай в его, скажем, усилиях по укреплению своего стратегического арсенала, помогаем создавать, как я понимаю, систему предупреждения о ракетном нападении, передаем Китаю определенные военные технологии. Но при этом Россия, на мой взгляд, должна очень твердо соблюдать принцип невмешательства в такие вопросы, как будущее отношений между Китаем или, скажем, материковым Китаем и Тайванем. Ситуация в Южно-Китайском море – это не наши темы, это не наши проблемы. И, соответственно, нам не нужно требовать или просить, или добиваться признания со стороны Китая российского статуса Крыма. Он признан российской конституцией, этого для нас должно быть достаточно. Вот я говорил о том, что надо отходить от идеи добиваться признания со стороны Запада, прежде всего, или внешнего мира тех или иных наших реалий. Нам должно быть достаточно вполне собственного признания. Вот то, на чем сходится российское общество, российский народ, российская элита, должно для нас и быть, ну, скажем, абсолютно достаточным основанием. Нам все равно, в принципе. Конечно, было бы лучше, если бы, но нам это было бы лучше. А достаточно нам то, что есть, то, что признается нашей страной, нашим обществом в целом. Поэтому практически это должно, вот Эко спрашивает, как это в практическом подходе должно реализовываться. Это должно реализовываться таким образом, чтобы не создавать зависимости нашей страны от чрезмерной зависимости, от отношений с нашим ближайшим партнером Китаем. В зависимости, которая могла бы создать условия для того, чтобы Китай потребовала от нас определенных действий. Или в отношении Тайвана, или в отношении, скажем, Южно-Китайского моря, или в отношениях нашей страны с Индией, Вьетнамом или другими странами. Тут мы должны быть совершенно самостоятельны. И в то же время не поддаваться, конечно, на иногда появляющиеся пробросы с американской стороны о том, что, мол, если бы вы немножко отошли бы от Китая, то какие-то могли бы получить коврижки. Никакие коврижки, в принципе, Россия не получит. Там слишком серьезен антироссийский элемент в Соединенных Штатах и на Западе в целом. Он будет существовать еще очень долго. На это рассчитывать нельзя. Поэтому ничего мы там не получим. Но даже если бы мы там получили, это создало бы такие проблемы в наших отношениях с Китаем, что, не дай бог, для нас самым большим достижением последних 35 лет, стратегическим достижением, является достижение нормализации отношений с Китаем, которое было оформлено Михаилом Сергеевичем Горбачевым в 1989 году и затем продолжено его наследниками, Ельцином и Путиным. Вот самое главное, то, что, в отличие от всего остального, то, что выдержало более чем 30-летние испытания. Вот примерно так я бы это видел. Но нет, это не равноудаленность. Это равновесие в условиях, когда нет равноудаленности. Когда мы ближе с Китаем, чем с Соединенными Штатами. Спасибо большое. Я предлагаю на минутку вернуться к вопросу, который я действительно пропустил. Коллега Любовь Вадеева говорит о том, что по каким-то отзывам, которые она слышала, подход Дмитрия Витальевича заклеймили как излишне лоялистским. Я бы, наверное, дополнил вот этот комментарий вопросом, который действительно был в анонсе нашего мероприятия в Фейсбуке, где один из, видимо, интересующихся темы сказал о том, что немножечко оспаривает тезис о том, что Россия во внешней политике стремится к стабильности. И говорит, что на самом деле кислород для России – это международная нестабильность. Точка зрения достаточно распространенная, наверное, тоже в Вашингтоне и в Восточной группе, в частности. Как Вы считаете, Дмитрий Витальевич, что можете на это сказать? Тут два вопроса – лоялизм и стабильность. Честно говоря, я не читал эти комментарии. Мне трудно судить, мне трудно отличать на то, что я не читал. В целом, я сказал бы так, что это не политическая книга. Большинство – лоялизм, нелоялизм – для меня не имеет значения. Если Вы прочитаете серьезно главу… Это все три главы – Горбачев, Ельцин и Путин – то Вы увидите, что преобладающие, скажем, сегодня в государственных средствах массовой информации позиции по этим трем… по внешней политике этих трех лидеров очень серьезные… различия. У меня есть определенное… Прочитайте, есть определенный анализ политики в отношении Украины. Но вот если этого недостаточно, я не знаю. Я смотрю на лидеров страны не как на политических… Я уже не об этом говорил. Не как на политических конкурентов, на идеологически близких или далеких. Мне это не важно. Я смотрю на них как на исторических деятелей моей страны. Это президенты или, как угодно называйте, главы моей страны. И вот я как гражданин страны имею, я считаю, имею право высказать свое обоснованное, я надеюсь, мнение, анализ политики каждого из них. Если это не соответствует линии критиков президента Путина, то у критиков президента Путина другая задача. Их задача – подорвать представление о внешней политике Путина как о блестящей внешней политике. Я не говорю, что это блестящая политика в целом. Я говорю о том, что много там сделано очень хорошо, очень позитивно. Политика в целом, на мой взгляд, выводит Россию на позиции самостоятельного игрока. Для меня это очень важно. Для меня важна важнейшая ценность, как мне представляется. Здесь, может быть, я расхожусь со многими, может быть, с некоторыми из моих слушателей и читателей. Я считаю, что для русских людей в целом самая важная ценность – это русское государство. Вот это самая важная ценность. Это не процветание. Процветание можно получить за бугром, если угодно. Кто может, у кого получится. Но вот для коллектива многомиллионного, много-много-много-много миллионного русских людей, самая главная ценность – это государство, его стабильность, его устойчивость. Потому что русские люди страдали больше всего тогда, когда государство находилось в раздрае, или когда в результате раздрая приходил какой-то кровавый диктатор, или плеядок кровавых диктаторов и их подручных, что произошло в нашей стране в первой половине XX века. Так что, если я не согласен с несистемной оппозицией, с критикой президента Путь, мне это тоже не беспокоит, на самом деле. Я не работаю на какую-то политическую фракцию внутри страны. Я еще раз подчеркиваю, я выступаю и в этой книге, в частности, как человек беспартийный. Я был членом КПСС как советский офицер до 1991 года. С тех пор я абсолютно беспартийный. Тогда это считалось дополнительной лояльностью государства. Ну, такие были правила игры. И, как вы понимаете, делать политику в погонах в советское время было невозможно. И даже говорить о политике откровенно. Так что, вот, наверное, такой будет ответ. Еще вы задали, я, честно говоря, сейчас… Внешняя нестабильность как кислород в России или стабильная? А, нестабильность нестабильность. Я не считаю, что Россия, ну, какой-то ангел на земном шаре. Это страна со своими, вот, со своей линией, со своими интересами. Интересы, в принципе, очень часто бывают аморальны. И политика вообще чаще руководствуется, гораздо чаще руководствуется интересами, чем моральными ценностями. Моральные ценности иногда усиливают, ну, иногда являются оберткой для интересов. В России, если сегодня сравнить, скажем, политику России и Запада, то я бы сказал так, Россия грешит по части цинизма, Запад грешит по части лицемерия. Вот примерно так я вижу Россию и Запад. Стабильность… Россия не устраивает стабильность, возникшая после 91-го года, если об этом говорить как о стабильности. Россия проиграла войну, и она многое, слишком многое отдала, она очень сильно оказалась обделенной в результате. Ну, во многом, конечно, благодаря тогдашнему состоянию политических кругов России, государственных деятелей тогдашней России. Ну, во всяком случае, вот то, что стало происходить, мы с вами говорили о статус-кво или ревизионизме, когда Россия увидела, что не только восточно-европейские буферы исчезают, но когда части того, что считалось исторической Россией, да, Украина, Белоруссия, уходят под флаг или притягиваются к магниту Евросоюза НАТО, она тут стала действовать различными способами и средствами, многие из которых были далеко не моральными, не вопрос. Является ли Россия страной, стремящейся к стабильности? Ну, все стремятся к стабильности, но на своих условиях, в том числе Россия. Использует ли она нестабильность? Да, иногда она использует. Используют ли ее противники нестабильность? Да, они ее используют. Генерируют ли противники нестабильность? Возможности противников России генерировать нестабильность гораздо больше, чем возможности России генерировать нестабильность. Все страны, в общем-то, действуют примерно в этом смысле одинаково. Кто-то немножко больше, кто-то немножко меньше, кто-то поднимает при этом флаг идеологии. И Россия, я еще раз говорю, она скорее цинична, чем лицемерна. Да, действительно, грамматика великодержавного поведения примерно у всех одинаковая. Все остальное, наверное, да, это лексика. Если такими лингвистическими метафорами жонглировать. У нас осталось пять минут, и последний вопрос вот есть от коллеги, которая спрашивает, насколько, на ваш взгляд, вероятно резкое обострение отношений между основными игроками вследствие какого-либо внезапного события и насколько, вероятно, критическая эскалация в отношениях. Есть ли у вас оценка сдерживающей способности существующих мировых организаций между договором? В книге много говорится о вариациях, да, неуправляемых столкновений, возможных, и не дачи. Хорошо. Если можно предпоследний, потому что я видел вопрос Дмитрия Суслова здесь, я на него не ответил. Это после вопроса ЭКИ должен был быть, но я на него, к сожалению, я постараюсь на оба ответить быстро. Вероятно, резкое обострение. Да, вероятно, к сожалению. У меня нет практически никакой уверенности в том, что международные организации, способные что-то предотвратить, и что международные договоры в критический момент станут барьерами от эскалации. Барьером для эскалации может стать убежденность противооборствующих сторон, что от эскалации они могут очень многое проиграть, если не все. Поэтому, вот если взять ситуацию, скажем, в Европе, где Россия и НАТО противостоят друг другу, НАТО, то есть Соединенные Штаты в Европе прежде всего, здесь возможны разные варианты. Мы совсем недавно слышали от президента Путина, от его представителя Дмитрия Козыка, достаточно жесткие предостережения, которые сводились к тому, что если украинская власть решит военным путем добиться возвращения неподконтрольной ей части Донбасса, то результатом может стать прекращение существования украинского государства, ну или государственности. Вот это фактически, эти слова были поддержаны весной этого года достаточно такой внушительной демонстрацией российской военной силы по периметру границ Украины, с севера до востока, до юга этих границ. Вот это, на мой взгляд, серьезный момент. То есть, если кто-то попытается пойти по пути Михаила Саакашвили 2008 года, в Киеве кто-то захочет, то результатом может стать резкое обострение ситуации. Я не думаю, что в этих условиях Соединенные Штаты вмешаются, но возможно всякое. И любой человек, изучающий международные отношения, знает, что далеко не все идет по плану. Могут быть самые разные инциденты. Представьте себе, что в ходе начавшегося где-то конфликта страдают не только страны-участницы или стороны-участницы конфликта, но и кто-то третий. Скажем, ну вот президент Путин говорил об этом. Если зайдет какое-то судно или какой-то корабль куда-то, куда заходить нельзя, то он может быть потоплен при определенных обстоятельствах. Мы знаем, что на территории Украины имеются военнослужащие стран НАТО, Соединенных Штатов, и в случае конфликта может быть очень серьезное давление на руководство Соединенных Штатов ударить в ответ. Мы с вами помним предостережение начальника Генштаба Российских Вооруженных Сил генерала Валерия Герасимова от 1918 года о том, что если во время удара Соединенных Штатов по позициям и целям Сирийской Арабской Республики, если там погибнут или будут ранены российские военнослужащие, то Россия нанесет ответный удар по платформам, с которых будут нанесены удары. Это сценарий российско-американской войны на Ближнем Востоке. Другой сценарий – это сценарий войны, внезапно возникшей войны на Украине. Возможно, и другие варианты. Президент Байден недавно говорил, что поводом к войне может стать какая-то массированная кибератака. Мне трудно довольно судить об этом, но это тоже направление, которое заслуживает серьезного изучения. Наконец, могут быть самые разные инциденты между кораблями и самолетами. Чем ближе натовские самолеты подлетают к российским рубежам, тем ближе российские самолеты подлетают к натовским самолетам. И иногда расстояние на колоссальных скоростях между самолетами достигает там нескольких метров. Это опасная ситуация. Поэтому международные организации не способны, договоры здесь не действуют. Но надо иметь в виду, что инстинкт самосохранения – это то, на что мы единственные можем полагаться. Ну и, конечно, фундаментальное – это сдерживание. Это ядерное сдерживание и понимание того, что тот, кто ударит первым, погибнет вторым. Но погибнет точно. И вот попытка ответа на вопрос Дмитрия Суслова. Каким я вижу мир после конфронтации Америки и Китая? Я думаю, надо дожить. Это очень не скоро будет. Но я думаю, что в этой конфронтации Китай не заменят. Если Китай победит в этой конфронтации, Соединенные Штаты, я думаю, не победят Китай. Но я думаю, что Китай, если он выстоит, и, скорее всего, он выстоит в этой конфронтации, не заменит Соединенные Штаты. То есть, пакс Американо не сменится пакс Синника. А если так, то возникнет другая конфигурация, где роль Соединенных Штатов и Запада, если Китай выстоит, и Соединенные Штаты вынуждены будут пойти на какой-то компромисс с Китаем, то возникнет более равновесная ситуация в мире. Что, на мой взгляд, будет соответствовать, по крайней мере, представлениям российского руководства о том, какой должна быть система международных отношений. Неравновесных, чтобы в этой системе Россия всегда выступала против гегемонии одной страны. Будь то Франции и Наполеона, будь то Германии и Гитлера, будь то Соединенных Штатов Америки. Поэтому для России вот такая ситуация, где есть несколько различных игроков, она была бы, и нет ни одного гегемона, была бы более, как говорят, более предпочтительной. Хотя с точки зрения русского языка, так сказать, нельзя. Или неправильно, так сказать. Была бы предпочтительной. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич, за ваше время, за содержательный разговор. Василий Борисович, за ваши комментарии ценные, и за то, что нашли время присоединиться. Коллеги, всем большое спасибо за то, что нашли время. Ссылку на книгу Дмитрия Витальевича я прислал в чат. Послушать его всегда интересно и полезно для здоровья. И почитать книжку тем более. А если хотите послушать разговоры, скажем так, на вот то, все то, о чем мы сегодня говорили, немножко с другого угла, с американского, я пользуюсь случаем, аудиторией, микрофоном, также приглашаю всех коллег 24 сентября в ЗИЛ, на очередной лектории SWOP о том, куда идут Соединенные Штаты. Я с большим удовольствием по приглашению Федора Лукьянова в компании другого блестящего коллеги Игоря Зевелева. Будем говорить о Соединенных Штатах. Дмитрий Витальевич, спасибо вам огромное еще раз. Спасибо вам большое, Максим. Спасибо всем слушателям и зрителям. И я еще хочу сказать, что тем, кто хотел бы приобрести книгу, издательство, я получил сообщение от издательства, может предоставить какую-то скидку. Поэтому я сообщу вам, Максим, всю необходимую для этого информацию. Если кто-то захочет, он может воспользоваться. Хорошо, спасибо большое. Обязательно разместим в Фейсбуке и в нашем Телеграм-канале «Пост Америка». Спасибо вам большое, коллеги. Всего доброго, до новых встреч. Приходите на нашу платформу в октябре. У нас будет интересная книжка бывшего американского военнослужащего в Афганистане. Собственно, по этой теме.